расстояние до потолка должно быть от перекрытий вот такая вот кровля пару мансардных окошек будет пойдем заглянем метра полтора стропила кругляк раньше только так и строили здесь должен быть полноценный теплый этаж для зимнего проживания раритетного алкоголя такие пузатые бутылки смущает эта веревка вот такая гора получилось итак дорогие друзья 55 квадратных метров мы надстроили над старым срубом вполне выход из положения для растущей семьи и так приветствую дорогие друзья с вами компания кров монтаж я мороз алексей и так сегодня 16 мая у нас первый день на новом объекте которые находятся за моей спиной проведем сейчас немножко обзорную экскурсию значит видите вот этот старый сруб люди хотят в общем настроить второй полноценный мансардный этаж жилой тем самым расширить свою полезную площадь жилую но сложность в том что стесненные условия кругом пристройки соседские да и с этой стороны у нас соприкасается будет фронтоны по сути общая крыша но наша крыша будет потом повыше и с этой стороны тоже соседский участок покажу вот это уже соседи вот крыша подъем идет да вот где-то период где переломаются это уже вот наших клиентов кровли где переломаться соседи поэтому нам надо строить деликатно все ломать не затрагивая не нанося ущерб соседским постройкам вроде сейчас все согласовано на ремонтные работы с людьми в общем все все знают но делать на деликатно объект интересный а я люблю такие объекты и так вот здесь вот это уже хорома соседа здесь будет стена у нас это будет примыкать примыкание делать и граничит вот с тем домом тоже фронтоны будет общем них фронтон будет на наших кровля будет чуть повыше сейчас крыша двускатная здесь а это примыкает соседская мы здесь будем ставить стену два с половиной метра расстояние до потолка должно быть от перекрытий вот такая вот кровля пару мансардных окошек будет жерди вставили на обрешетку то есть такой полукруглый тез вот и расстояние где-то метра полтора стропила кругляк раньше только так и строили из кругляка стесывали одну часть довольно таки надежно по тем временам сейчас все изменилось да кстати нам даны отметки что в этой части где-то будет лестничный проем шириной 90 в общем при монтаже перекрытие мы должны это учесть там раздвинуть перекрытие как бы в этом месте у нас приехала первая партия пиломатериала первый сорт всем привет первый первый сухой сухой как сухой сухой да но это обзорчик снимем не без этого пару досок в кубе это ничего страшно размер влажность это у нас уже сразу все в дело наносим антисептик сейчас ребята ребята антисептирует будет перекладывать сушить день-два вот сейчас придет тез еще для него место ставили и будем разбирать с богом так относим мусор сюда такая гора получилась металл оцинкованный где-то 07 минимум если не больше 07 точно ты был и такой и в общем простоял 15 итак дорогие друзья сейчас вы увидите как работает кровь монтаж прошлый раз я здесь был в пятницу знакомил вас с объектом так докладываю сегодня я приехал вторник утра посмотрите все что сделано сейчас я поднимусь наверх так я залез на леса сделали перекрытие и выдвинули на карниз эти подкладывали бабушки подкладки но с того края еще больше там 17 сантиметров но самая не высокая . с той стороны с той стороны еще ее запиливали видите тут какой-то переруб стоит короче после переруба вот там самый такой низкий угол а по диагонали самая высокая . смотрите вы нас еще раз повторю у нас по проекту будет 700 миллиметров 70 сантиметров еще ребята будет торцевать это все значит здесь у нас стена будет вот это подпорки это все время кстати это все уберется просто поддерживающие верхние стропильную так что жилое пространство от той стены до этой и все это здесь будет утепляться во фронтоне будет два окна и потолок перекрытие все контуры теплые будем утеплять стены фронтоны вот ребята приготовили по размерам заказчика который он дал здесь будет лестничный проем видимо с первого этажа чтобы попасть сюда вот это здесь перекрытие мы сделали эти из испаренной доски 50 на 200 а это что вы соседу раскрыли соседская вовсе на немножко оголилась стена соседа но это мы заделаем три дня идут дожди все укрываем на начтентами вот это сейчас ребята сняли потому что докладывает стропильную систему на ночью укрываем под этими перекрытиями живет семья данный момент люди хотят за летний сезон сделать отделку и уже в зиме в полной мере использовать это пространство естественно кровлю соседу мы не будем делать но аккуратно не загнули ведь положили этот замок загнули это будет отчасти являться и примыканием потому что теперь появилась истина которая будет утепляться с этой стороны по проекту у нас профнастилом мы покроем восьмерочки стену а здесь у нас уже будет металлочерепица вот уже ребята монтирует стропильную систему вот балку запиливают внизу стропильно сейчас подымает по шнурке устанавливают так по шнурке вот это перекрытие верхняя лишнего так будет срезать остатки ведь вот и плоскость крыши вот она будет усилен уголками еще раз крик еще укусина будет ставим одну балку с одной и с другой стороны и все будет конструкция жестко по шнурке проходит или еще чуть-чуть еще чуть-чуть и он терял лес пластилин чё хочешь с него можно сделать вот вот села уже чётенько 120 мил итак у нас отметка верхней точке где-то метр двадцать стропила придет с той стороны на этой балке коньковом прогоним еще может на шпильке сделать треугольники поставить утеплять будем по перекрытия еще брускому наращивать 250 миллиметров всегда везде у нас удивление 250 миллиметров по стенам по перекрытиям по фронтоном снимал как утепляем мы перекрытие и сколько снизу ребята подбивали паразитационную пленку мембрану это for h96 по моему silver вот и утепляем 250 здесь по перекрытием сечение балки здесь 200 на 50 мы полностью утепляем меж балочное пространство 200 миллиметров и еще одним слоем 50 миллиметров перекрываем мостики холода в этой зоне в общем все утеплено по нашей схеме здесь вообще все стены как я уже повторюсь утеплены 250 миллиметров специально мы планируем между ряде балок перекрытие по 58 чтобы видите плита утеплителя входила суда с натиком без всякой резки подрезки и так далее это упрощает работу экономит материалы смотрите как основательно сделано стропильная система с ригелями шпильками с проставочками на данный момент стропилка готова ребята сейчас до утепляют осталось немножко тот скат утеплить и обрешетку сделать но сейчас мы уже вчера сняли размеры по скелету кровли чтобы не было задержек отдали в производство металлочерепицы здесь металлочерепица будет цельными листами от конька до карниза неразрывными без всяких стыков и так далее по всем скатам и срок изготовления четыре дня за четыре дня как раз ребята подтянут все нюансы здесь и чтобы не было задержек и приедет металлочерепица именно под эту кровлю скроенная вот получилось у нас такое строение старый дымоход по сути из толстой оцинковки квадратная труба вот уровень старой крыши ведь битумом намазаны и так далее труба у нас утонула надо ее наращивать там две асбестовых трубы одна из под котла другая вентиляционно мне вот самому интересно все зависит от природного ландшафта люди утепляют перекрытия по-разному что имеет под рукой в данном случае видите это еловые иголки сосновые еловые из леса вот раньше как утепляли полюбуйтесь так что я заметил в разных регионах по-разному например на юге там солома в перемешку там может землей присыпают придавливать глина бывает стружки какой регион чем богат тему тебе дорогие друзья настал тот день когда сдаем на нашу работу хоть день сегодня выдался пасмурный немножко дождливый но это не помешает нашему событию вот смотрите что у нас получилось как поменялась картинка как выросла наша мансарда эти появилось два окошка мансардных подшивка сделала в вагонкой покрасили так поднялся я на веранду отделали мы фронтон имитации бруса а карнизные свесы вагон очкой это уже заказчик сам красил здесь фризовую планку или фронтонную планку сделали из металла белым цветом здесь сейчас выгляну видите металлочерепица матовый полиэстер вот добавилась площадь смотрите 55 квадратных метров полноценная двухкомнатная квартира на старом срубе вполне выход из положения для семьи которая растет сделали врезку в кровлю здесь одна вентиляционная труба дополнительно а здесь канализационная и уже инженерку будут разбрасывать после нас подготовили проемы для пластиковых окон тоже в общем шикарных как андрей работу оценивать свой отлично молодец это как раз у нас бригадир сдает работу суда без мансардного окна кровля мансардной называться не может я так считаю так вот залез на кровлю кровля сверху видите обрезали железо запасом для чего сначала отогнули вот она является и примыканием сразу сейчас приедет профлист восьмерка коричневый и ребята закроет профлистом вот эту заднюю стенку здесь я никто не видит по доступе клиент не захотел вешать здесь в принципе будут сюда скатываться ну что дорогие друзья на этом все нас ждут другие объекты до новых встреч всем пока ну 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 Продолжение следует...